Тезис 5.5. Источник свободы выбора в абсолютной божественной воле, поэтому она всегда торжествует над рабством подчинения природным законам. Торжество свободы над порабощением природной причинно-следственной связи становится возможным благодаря силе надъестественного источника этой свободы. А источник этот, цитата, «высшее свободное влечение, берущее свое начало в абсолютной божественной воле». Божественная свобода совершенно спонтанна и не подчиняется никакой необходимости. Именно в ней берет свое начало свобода человеческого духа. В нашей реальности, обусловленной всякими видами необходимости, эта свобода человеческого духа, родственная божественной, проявляется, конечно, относительно слабо. Она лишь, цитата, «тень и отзвук от той абсолютной самостоятельности и независимости, которой обладала изначальная божественная воля в своей сокрытой основе». Иногда мы вообще перестаем замечать существование этой свободы. Это связано с тем, что явная, видимая свобода вокруг нас есть не что иное, как слабое проявление ее истинного источника. «На самом деле, свобода и необходимость сосуществуют в каждом предмете и явлении нашего мира, и беспрестанно меняющееся соотношение между ними определяет темпы совершенствования мира. Во всем, что содержит в себе ограничивающий момент, нужно разделять волю, свободу и необходимость». Конец цитаты. «А поскольку любая действительность, кроме божественной, содержит в себе ограничения, то любая вещь в мире содержит в себе как начало необходимости, так и начало свободы». «Все сущее, поскольку оно имеет ограничивающий момент, включает в себя элементы вынужденности, и в этом проявление зла, заложенного в нем. Путь к совершенству лежит через свободу, высвобождение из оков необходимости и вынужденности». Конец цитаты. Конец цитаты. Продолжение следует...